Продолжаем выпуск. На базе республиканского МАДРС в Учки-Кене прошел круглый стол на тему государственной поддержки семьи, основные формы и их значимость в современном обществе. В мероприятии приняли участие видные религиозные деятели нашей республики и СКФО, представители органов государственной власти и сотрудники высших учебных заведений. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Сегодня необходимо понимать, насколько эффективна поддержка государства и религиозных организаций. Темы выступлений касались духовно-нравственных ценностей традиционных религиозных конфессий, роли семьи в формировании мировоззрения детей ключевых направлений государственной поддержки семьи в России. Круглый стол был организован координационным центром мусульман Северного Кавказа Духовенством Республики при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Наши религии эти ценности как раз и утвердили, и распространяют, и заботятся о них, об этих ценностях. Но то, что мы сегодня действительно слышим и видим в медиа, в основном, и слава Богу, что только в медиа, то, что творится на Западе с институтом семьи, как он усиленно разрушается, это приводит в шок и трепет, и, соответственно, религиозным деятелям не остается ничего, кроме как уже перейти на пропаганду действительно не столько от религиозных, сколько именно семейных взаимоотношений, ценностей. Основные ценностные ориентиры закладываются с детства в семье. В поддержке семьи и семейных ценностей сегодня важную роль играет государство. И поэтому необходимо просвещать общество в этом направлении, отмечают представители координационного центра мусульман Северного Кавказа. Цель данного мероприятия как раз показать, насколько наше государство, Российская Федерация, оказывает огромную поддержку семье, семейным ценностям, многодетным семьям. Известно, что, как известно, у нас в Российской Федерации функционирует на текущий момент национальный проект «Демография», в рамках которого оказывается огромная поддержка по пяти федеральным проектам. И в этом году Владимир Владимирович Путин утвердил новый национальный проект, который так и называется «Семья», и в рамках которого тоже планируется огромная работа. Соблюдение канонов религии и традиций наших народов позволит сохранить и создать крепкую семью. Поэтому очень важно, чтобы государство и духовенство совместно работали в этом направлении, отмечали участники «Круглого стола». Мы произошли от женщины и мужчины. И, соответственно, и в каждой национальности, то есть есть те традиции, адаты, которые испокон веков передавались нашими предками, соблюдать, сохранять и приумножать, развивать и беречь нашу религию. Вот те моменты, которые мы должны передавать нашим потомкам. По завершении «Круглого стола» участники приняли резолюцию, которую зачитал модератор мероприятия, директор республиканского МАДРСС Мухаммад Хаджи Иркенов. Поддержка семьи является важным элементом социальной политики государства, направленным на обеспечение благополучия детей, поддержку родителей и укрепление института семьи. Второе. Важно продолжить развивать и совершенствовать механизмы государственной поддержки семьи. Также в резолюции было отмечено, чтобы религиозные деятели вели активную работу, направленную на укрепление традиций российских духовно-нравственных ценностей, ведение открытого диалога между государством и обществом. Али Ханып Шоков, Зумрат Гербекова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.